И так, ну что ж, Ария, Ру, мои маленькие любители покушать и всего того, что покрыто камнем. У микрофона, как всегда, ваш покрытый слугам Амору, и это великолепная сборочка Minecraft Stone Block 3. Ну и как я люблю об этом говорить и всегда об этом говорю, с закатом произошли какие-то маломальские в каком-то смысле изменения. В частности, эти изменения коснулись декора нашей базы, ну а также я провел немножечко времени в АФК режиме, чтобы наформить большое количество ресурсов с нашей вот этой вот фермы. Помимо всего вышесказанного, также я здесь немножечко эту ферму модернизировал, в том плане, что добавил просто здесь переплавку в полуавтоматическом режиме, то есть я вручную выбираю те ресурсы, которые здесь мне нужно переплавить, и я запихиваю их в печку. Также я переделал немножечко вот здесь вот систему, которая здесь у нас расположена чисто для удобства, в полуавтоматическом режиме, чтобы я мог воспроизводить все необходимые себе крафты и не крафты. Здесь у меня располагается промывка, здесь прессование, ну и обычная система для краша. Просто это выглядит теперь более красиво, на мой взгляд, и система теперь вырабатывает 2560 энергии, так же как и та система у нас просто колеса дроблений утоплены немножечко вниз, что выглядит, на мой взгляд, гораздо лучше. И так же здесь добавилась последняя система, которая нам понадобится в этой серии. Я построил здесь систему автоматического создания ядер различных, которые нужны для мода Refined Storage. Они крафтятся до безумия просто, то есть я брал золото, брал алмазы и брал железо, и пускал через три руки. В первую руку мы запихиваем процессор биннинги, который создаются из ниток и слизи. Здесь у нас запихивается силикон, большую часть которого я получал при пережаривании именно вот этой вот части кварца. И самый, наверное, запаривательный ресурс это редстоун, который также я получал при просейке обычного дастона. И таким образом мне получилось накрафтить достаточно большое количество этих самых процессоров, для того, чтобы в этой части начать и уже перейти к крафтам, а не большую часть времени просто заниматься тем, что мы будем чего-то ждать. Тем более, что в этой полуавтоматической ферме нет ничего сверхоординарного. Таким образом у меня получилось здесь крафтить и небольшие себе приготовления произвести, в том плане, что я себе здесь заимел две ячейки по 64 хранения. Также у меня осталось здесь куча разнообразного рода процессоров. Получается, благодаря тому, что мы заимели два 64 ячейки хранения, это получается вообще ни о чем не говорит, и мы должны были начать совершенно с другого. А начать мы должны и были именно с постройки контроллера, который создаваться должен на безумие просто. Нам нужно силикон, кварцевое железо, продвинутый процессор и машинкейзинг. Все это делается наипростейшим образом, и все это у нас практически готово. Только нужно взять немножечко себе силикона и предварительно его пережарить. Создаем машинкейзинги и контроллер тебе получаем. Это первый элемент, и это получается тот самый механизм, который будет заниматься запиткой всего необходимого. Дальше по квестам нам необходимо создать диск драйвер, в который мы будем помечать будущие наши дискеты. 64к ячейки хранения мы должны превратить в эти самые дискеты, для этого нужно стекло и ротстоун. Две штучки я сделал. Дальше по квестам нам нужно сделать либо грид, либо флюид диски. Но лучше я предпочту сделать именно грид. Для него нужно немножечко кварца и, по-моему, глоустоуна, что в принципе сделать достаточно легко, учитывая большие здесь объемы и того и того в нашей промывочной системе. Грид мы создаем. И сразу я его предпочту переделать в крафтинг грид. Чисто для удобства. Получается так, что это у нас все готово. Мы выполнили вот эти вот квесты. Пока что беспроводное хранилище я делать не буду. И, к сожалению, вся эта система у нас сейчас не будет работать. К большому моему сожалению. Для того, чтобы это все работало, нам потребуется какой-нибудь элемент питания всей этой системы. И, к счастью, по-моему, где-то у нас здесь это было нечто подобное. Именно, по-моему, есть у нас тут два добавленных новых предмета. Это электрический мотор и антернатор. И как раз антернатор у нас будет конвертировать энергию вращения в энергию для FE. То есть энергию, которая нам необходима здесь. В принципе, в крафте у нее ничего такого нет. Пожалуй, давайте сделаем это. Последние ингредиенты у меня для этого крафта доделываются. И, к сожалению, мне, наверное, придется здесь вот эту систему снести для того, чтобы просто сделать крафт для нашего антернатора. Ну, а, конечно же, после крафта этого я всю эту систему буду себе восстанавливать. Последний ингредиент это вот эти вот медные катушечки. И крафт пошел. Готово. Получаем мы альтернатор. Получается, от слова альтернативное, наверное, здесь имеется в виду. И его, получается, мы должны как-то запитать кинетической энергией. И, судя по всему, он пишет то, что он вращается с недостаточной скоростью для того, чтобы вырабатывать энергию. Сейчас мы тебя попробуем запитать с необходимой скоростью. У меня где-то в креете было что-то необходимое для того, чтобы увеличить быстро и просто скорость. В принципе, вот эта вот станция должна подойти. А здесь нам нужно сделать такую же систему из трех рук, только шестереночками. Хорошо, давайте попробуем это сделать. Я сейчас просто попробую вручную это все заменить. Как мне кажется, это самый простой здесь вариант. И, конечно же, мне не нужно забывать о том, чтобы эта вся система была запитана. А запитывалась она, по-моему, от этого вращения. Поэтому придется сначала вот эту вот систему вращения восстанавливать здесь. И все пошло создаваться. Но нам нужна всего лишь одна такая штучка. Но ничего страшного не будет, если мы создадим их чуточку больше. Да ладно. Это должно было пройтись пять раз. Почему я этого не заметил? И получается с 80% шансом. Офигеть. Это, конечно, все усложняет. Итак, первый механизм я получаю. Мне приходится здесь вручную это все делать. Не очень, конечно, это все приятно на самом деле. Пока что деваться особо некуда. Главное, что два механизма мы получили и можем сделать ускорение процессов на высочайшем уровне. Спид контроллер. Мне здесь понадобится еще, по-моему, одно большое колесо. Размещу я его пока что так. Ладно, это очень странно, конечно, выглядит. Но особо у меня выбора здесь нету, наверное. Подключаем сюда кинетическую нагрузку и смотрим. И вот она. Ага, пошло, поехало. Правда, здесь нагрузка сразу же возрастает до 96%. Но у нас есть энергия. А значит, мы сюда можем подключить контроллер, который начнет запитываться. Ура! И по идее мы отсюда, если что, сможем проводами куда-то вывести всю эту энергию для того, чтобы она где-то у нас была. Сюда пока что подключаем в таком вот формате. Диск драйвер, крафтинг грид. В диск драйвер мы уже закинули 64 вот эти вот все элементики. И можно без озрения совести сюда складывать все предметы. И они будут постепенно заполняться в нашем хранилище. И это будет происходить просто в офигенно быстром темпе, в офигенно больших объемах. И это меня невероятно радует. А я пойду пока что доразберусь с остатками этих самых кейзингов. Итого, у меня получилось еще 4 вот этих вот механизма создать. Я очень безмерно рад, что у меня получилось создать такой механизм, который позволяет мне вырабатывать FE-энергию за счет энергии вращения. Но бесконечно этим сыт не будешь. Поэтому я хотел бы немножко изменить способ выработки нашего крутящегося момента. Полистав и полазив по сборочке, я выяснил несколько моментов. То, что у нас здесь стандартные, в принципе, методы выработки FE-энергии отключены. И единственный, наверное, способ, как мы могли бы эффективно вырабатывать эту FE-энергию, это с помощью пара. Для этого нам потребуется, как ни странно, паровая турбина, с помощью которой мы могли бы это все реализовывать. Но для того, чтобы продолжить эффективно крафт, мне придется, наверное, сейчас потратить кое-какое время для того, чтобы все наши ресурсы планомерно перевести в наше хранилище. И вот спустя какое-то время я перенес все вещи прямо вот сюда. Здесь у меня заполнено 56% от двух дисков. То есть полностью заполненный один диск и немножечко есть во втором. И я скажу то, что весь объем этих предметов более чем успешно у нас теперь находится всего лишь в трех блоках. Но меня абсолютно не устраивает то, что у меня здесь загружено 76%, поэтому, как я и говорил, мы будем пытаться строить паровую систему. Я думаю, идеально подойдет для этого вот этот вот чанг. Сейчас нужно немножечко привести его в порядок. И можно будет приступать. Мне потребуется немножечко паровых двигателей. Ну, штучки, наверное, три я сделаю на будущее. Также, помимо всего прочего, мне потребуются помпы. А для этого нужно сделать жидкостные трубы. А также потребуется, наверное, самое сложное из крафта. Это жидкостный резервуар, для которого тоже требуются медные пластины. Сейчас это можно будет попробовать быстренько реализовать. И попробовать, как это будет выглядеть вообще. Ну и самый главный ингредиент, наверное, у нас во всем крафте. Это файекемпы, в крафте которых нет вообще ничего сложного. Вообще мы должны построить здесь нечто такое подобное, по крайней мере. У нас должны быть размещены обычные костры под жидкостными танками, в которые должны постоянно быть засунута вода. И это должно как-то работать для того, чтобы вырабатывалось у нас электричество. Я хочу здесь сразу же, в больших объемах, это все реализовывать себе. Потому что я уверен, что лучше это единожды попробовать реализовать в гигантских масштабах, чем потом как-то нуждаться. По идее, вот так мультиблочная у нас структура готова. Но я лучше предпочту ее сделать еще побольше, тем более, что количество у нас здесь позволяет разместить. Но, к сожалению, почему-то она не делается. Возможно, что-то делаю явно не так. Пока что у меня вот такая вот максимально мультиблочная структура, которая работает, получается сделать. Даже, мне кажется, ее получится разместить выше. Почему-то она до этого в таком масштабе, который была, работать особо не хочет. Главное, что она собирается пока что вот в таких вот масштабах. И меня пока что данный вариант устраивает более чем хорошо. Дальше мы должны организовать сюда подачу воды. Это делается по факту только вот такой вот системой. Просто нужно трубу и какой-то крутящийся момент сюда подать. Временным вариантом я пока что буду крутить сюда ручку, а дальше посмотрим. И давайте сразу уже пытаться собирать мультиблочную структуру. Мне сюда, получается, нужно разместить вот этот вот двигатель. А сюда куда-то вал, который и будет у нас вращаться. Из-за того, чтобы это все начало вращаться, мы должны, конечно же, набрать сюда воды. Как раз здесь нам и пишется то, что у нас воды недостаточно, а нагрева более чем достаточно. Ладно, будем пытаться что-то из этого придумать. Потом, я надеюсь, получится сделать так, чтобы крутящийся момент, который мы добываем с помощью этой установки, генерировал бы нам здесь все необходимое. Но посмотрим, на самом деле, как это у нас получится вообще здесь реализовать. О, заработало. Проблема у нас изначально была в том, что в танке было недостаточное количество воды. И сейчас она постепенно набирается. Я могу сейчас просто реализовать тот момент, что буду запитывать сюда воду непосредственно с помощью именно вращения самой этой машины. То есть, она будет вращаться, и благодаря этому будет сюда запитываться энергия. Хотя, я как погляжу, она работает только в том формате, когда в него поступает необходимое количество крутящегося момента, и когда это все работает. Понял я? Понял. Все, не дурак. То есть, мне здесь необходимо разместить еще одну машину, которая бы вращала бы и вырабатывала весь у нас крутящийся момент. А так, ну если чисто ради интереса, у нас здесь выработка идет уже две тысячи. То есть, я потратил не от нифига до маленько, а выработка у нас примерно такая же, как вот здесь вот. Но за исключением того, что чуть меньше. Это, я считаю, успех. Вопрос лишь с выработкой этой самой энергии. И вот пошла работа. Я, получается, вот здесь вот себе разместил небольшое колесо, которое вращается. Крутящийся момент передается у нас на переходник, из которого у нас получается максимальный весь кинетический момент передается на помбу, которая выкачивает жидкость отсюда. И у нас здесь вырабатывается две тысячи крутящегося момента. Но, мне кажется, могло бы быть и лучше. У нас здесь пишется то, что нагрев недостаточный, и количество воды тоже недостаточное. Мне вот чисто интересно, есть ли что-то у нас такое, позволяющее вырабатывать жидкость. Кроме как вот такая вот система. Было бы очень даже неплохо. Конечно, эксперименты у нас тут дикие и лючайшие идут. Но я надеюсь, так или иначе, мы придем рано или поздно к тому, что у нас все обязательно получится. Так, получается, вот эту вот штуку мы делаем. Она у нас должна создавать воду, надеюсь. Если мы ее поместим именно в воду, она будет ее вырабатывать. Останется вопрос, как у нас ее передавать в ту самую систему. У нас, по крайней мере, где-то точно было то, с помощью чего мы могли бы это все реализовать. Вот, флюид пайпы из Pretty Pipes. Ну, соответственно, вот они, модули выкачки, и их просто нужно создать. И желательно создать сразу максимальный. В качестве эксперимента я покажал, я его пока что размещу вот здесь вот. И он уже заработал. И здесь уже есть какая-то вода. Теперь отсюда я должен жидкость подводить вот сюда. И вот в эту трубу, получается, я должен засунуть модификатор. И вот, просто гигантское количество воды сразу сюда поступает. Я понял, я могу полностью разбирать. Я сделал здесь большую чушь. Вот это скорость, я понимаю. И воды, я так понимаю, здесь более чем хватает. При желании, и даже при возможности, можно этих самых труб разместить просто бесконечное количество. По факту, они очень дешевые получаются. И с этим вообще никаких проблем не будет у нас. Единственная у нас проблема, это с кострами. То есть, мне нужно их здесь разместить побольше. Для того, чтобы выкачка происходила получше. Давайте сейчас попробуем это сделать. Я немножко погулял и выяснил несколько вещей. То, что размер бака 3х3х3, это максимальный, который у нас здесь будет возможен. И максимальный, который мы можем себе здесь сделать, сообразить и вообще все на свете. Поэтому мы будем вынуждены выкручиваться из того, что имеем. Я предлагаю в таком случае разместить здесь не один бак, а два бака, которые бы синхронно вырабатывали бы весь крутящийся момент. И вымещали его куда-то. И вот эту всю систему тогда можно было бы утопить. И тогда все это нормально бы у нас смотрелось и организовывалось. Думаю, пока что мне такой ямы хватит. Здесь мы размещаем костры. Над кострами, как и было до этого, жидкостные баки. Главное, чтобы они соединялись. И, пожалуй, это где-то вот досюда примерно нарастим. Теперь мне нужно сделать еще таких вот два отверстия, для того, чтобы это все организовывалось в лучшем виде. Потом вот здесь вот я размещу точно такой же бак. Ну а пока что я просто здесь размещаю вот такую вот небольшую емкость, где будет у нас располагаться сборщик для воды. Еще одни костры. И снова эти жидкостные танки. И также я их, как и здесь, поднимаю на два уровня. Теперь я заранее здесь подготовил себе побольше количества этих модулей выкачки, чтобы выкачивать отсюда жидкость целиком и полностью. У нас всего два приемчика, и я думаю, что этого хватит. То есть раз выкачка, два выкачка и три выкачка. Все, у нас вода сюда пошла накапливаться, и она должна накопиться до определенного уровня, чтобы у нас вся эта система, как я понимаю, заработала. Возможно, есть какие-то более лучшие методы выкачки, но это бесплатно, это эффективно, и я не думаю, что нужно что-то большее. Дальше мне нужно здесь, получается, взять вот эти вот двигатели и их использовать по полной. Надеюсь, сверху, если я размещу, это заработает. Вот, и давай, тыдыщ, все работает, и две тысячи энергии у нас как и было, так и вырабатывается. Я так понимаю, это максимум, и здесь мы делаем точно то же самое. В этом месте у нас даже удается эти два вала соединить, и мне нужно это постараться как-то задегорировать так, чтобы это более-менее красивенько выглядело. Сейчас у меня где-то здесь есть трассометр, и я могу, наверное, сюда вот его подключить, и я надеюсь, что он мне покажет удовлетворяющие меня цифры, и да, четыре тысячи крутящегося момента, но приседает почему-то до двух тысяч, это непонятно на самом деле, почему так происходит. Возможно, это происходит из-за воды, которая выкачивается очень неравномерно. Сейчас это мы уберем отсюда, и я надеюсь, что теперь это все будет более чем нормально выкачиваться. И вот так вот получается, я вывел сюда крутящийся момент с помощью вот этих вот драйвов, и останется только декоративная работа, и потом можно будет заняться тем, что вот эту вот систему перенести именно вот сюда, чтобы она именно здесь вырабатывала необходимый нам крутящийся момент, и уже от этого мы как-то бы отталкивались. А то здесь всю энергию нашу жрать как-то не очень-то и приятно на самом деле. Судя по всему, я могу здесь себе еще один флюид танк разместить, и переделать, возможно, эту всю систему чуть более компактнее и поближе. И я могу сказать с уверенностью, что это гораздо получается эффективнее, нежели система, которую мне приходилось строить ранее, вот этими самыми кольцами и потоками воды, хотя бы потому, что она строится банально легче. Эту систему можно улучшать, и самая серьезная здесь проблема, это нехватка тепла. А тепло, я как понимаю, могу здесь предоставлять вплоть до самых блейзов. Но это как-нибудь мы сделаем потом, потому что сейчас на такой прекрасной ноте мы будем с вами потихонечку заканчивать. Ну а прежде чем завершить ролик, я бы хотел взять и собрать все ачивки, которые я смог бы получить. Это ухахаха! Я не верю своим глазам! Самое приятное, что мы могли получить, мы получили здесь с вами. Это репейр талисман. Это, наверное, один из самых моих любимых предметов, который добавляет Project E. Но здесь в сборочке отключен крафт этого предмета, поэтому заполучить его никак, кроме как с помощью выполнения квестов нельзя. И нам очень сильно повезло то, что мы его здесь себе заполучили. Рейл Ганна нам также выпал, и еще куча различного рода всяких гаджетов. Возможно, даже некоторые нам не особо-то и нужны. Рейл Ганна мы, возможно, воспользуемся когда-нибудь потом. Потому что сейчас потихонечку мы будем на этом заканчивать. Всем спасибо, что смотрели. У микрофона был как всегда. Ваш покорный слугам Амору. Еще услышимся! Услышимся!